Здравствуйте, друзья! С вами вновь программа «Под солнцем Экумены» с ведущим Владимиром Зайцевым. Из Непала вернулись российские альпинисты, которым удалось таки решить последнюю нерешенную проблему Гималаев – подняться на пик Жанну высотой 7710 метров по его северной стене. До сих пор эта огромная и неприступная стена под небесами отбивала все попытки желающих покорить ее. С главными героями экспедиции на Жанну мы встретились в районе Карельского перешейка на фестивале «Пресс-приключения-2004». Когда у нас случилась вот эта перестройка и все в стране поломалось, и альпинизм вместе со всем остальным, возник вопрос, как стимулировать, как мотивировать самого себя для того, чтобы совершать дальнейшее восхождение. И тогда, в 1994 году возникла идея этого проекта, и в 1995 году мы совершили первое восхождение в рамках этого проекта. Суть проекта в чем? В мире существует порядка 20-25 таких феноменов природных, которые называются «Big Walls» – «Большие стены». Это обрывы крутизной свыше 70 градусов протяженностью более километра в горах расположенные. Они не обязательно расположены в известных горных системах, например, типа Гималаев, Кавказа и так далее. Они могут быть расположены в нескольких экзотических районах, например, Баффинова земля, например, предполярия Норвегии, например, в джунглях Амазонки. Тем не менее, они не подпадают под категорию «больших стен» – «Big Walls». Каждый новый маршрут, пройденный по этой стене, он, во-первых, получает название той страны, которой принадлежат восходители. Во-вторых, он является событием в мире альпинизма. И за подобного рода действиями люди следят, люди, которые пишут и понимают в этом деле. И это, в общем, сродни, ну, в какой-то степени рекорда. И тогда, в 95-м, в 94-м году возникла, в 95-м начала осуществляться следующая идея. Силами русской команды пройти все эти большие стены. Мы остановились на цифре 10, ну, она просто такая круглая. И, опять же, свобода для маневра есть. Можно из этих 20 стен выбрать те, которые наиболее, ну, что ли, звучат. И наиболее доступны по нашим обстоятельствам. Мы остановились на цифре 10 с тем, чтобы пройти на каждой из этих больших стен свой маршрут, который впоследствии получит название русского. С тем, чтобы человек приезжал в район какой-нибудь, предположим, в район Пакистан, в район Транга, Тауэр. Спрашивает, какой здесь самый классный маршрут? Ему говорили, вот русский. Проезжает в Гарвал, в Гималайи, индийский. Спрашивает, какой здесь самый классный маршрут? Он говорит, в Багирадхе, русский маршрут. Проезжает, скажем, с этнографическими целями куда-нибудь на Баффиновую землю. И сталкивается, опять же, с русским маршрутом, который самый какой-то. Либо самый прямой, либо самый крутой, либо самый опасный. Ну, что-то такое, в нем должна быть какая-то изюминка. И в течение уже почти девяти лет, собственно, девяти лет, не почти, а девяти лет, этот проект осуществляется. Пройдено семь стен. Первой стеной, пройденной в рамках проекта, была стена Пика, 4810 метров на Помире. Восточная стена. Ее мы прошли, я в двойке с Игорем Борихином. На следующий год, в 96-м, мы вдвоем с Саней Ручкиным прошли. Тогда мы не были еще известны, проект не был известен. Поэтому мы выбирали горы, до которых мы, в принципе, могли добраться. Третья гора, третья стена в рамках проекта, это стена Троллей в Норвегии. Там мы прошли двумя двойками два русских маршрута. Двойка Ручкин-Кошеленко и двойка Одинцов-Патанькин прошли два независимых русских маршрута. Но после этого мы, во-первых, приобрели определенную известность в Европе и в мире. Во-вторых, мы почувствовали в себе силы выехать в Гималавию и пройти, сделать попытку восхождения на северо-западную стену Багиратхи. Эта гора, она культовая для людей, исповедующих индуизм, потому что из-под нее вытекает Ганг, священная река для всех индуистов. Эта стена давно привлекала внимание альпинистов. И фактически по центру стены мы были первые, кто проложил новый, свой маршрут, русский маршрут. Это восхождение, кстати, было признано американцами, в числе 100 лучших восхождений прошлого века, 20-го. Следующая гора, на которую мы совершили восхождение, это также культовая гора для альпинистов Транго Тауэр в Пакистане. Западная стена была не пройдена, и вместе с американской командой, так получилось, что именно они в тот же год замахнулись на ту стену. Мы прошли свой маршрут русский, они американские, мы русские, неподалеку друг от друга. Команда Алексолова. Это восхождение также попало в перечень 100 лучших восхождений столетия. В следующем году мы предприняли попытку восхождения на западную стену пика Латак в Пакистане. И это восхождение оказалось неудачным. Почему? Семь год в течение девяти лет. Два года у нас были, вылетали, так сказать, из проекта, неудачные восхождения были. Результатом этой попытки явилось несколько сломанных ребер у Ручкина, две сломанных ноги у другого участника проекта у Ефимова, и две сломанных руки у Кошеленко. Единственное, из команды я уцелел. Мы попали в лагину очень такую неприятную, мокрую. Через год мы повторили попытку восхождения на пик, на Латак, на западную стену Латака. Но лучше бы мы этого не делали, потому что в результате этой попытки в верхней третьей стены, в результате Коммунипада, был убит один из участников восхождения, Игорь Борихин. Это тот человек, с которым я начал проект, с которым совершил первое восхождение на пик 48-10. Мы отказались от Латака и переориентировались на Баффин, на пик Большого Паруса, на Баффиновой земле. Там мы прошли свой русский маршрут, точно так же параллельный маршруту Алекса Лоу. Поскольку Алекса Лоу погиб к тому времени, мы этот маршрут в какой-то степени посвятили нашему совместному параллельному восхождению на Транга Тауэр. И с вершины у нас в команде был довольно известный такой человек, Валера Розов, который занимается бейс-джампом, он с вершины совершил прыжок. А мы его сняли на шесть видеокамер. Ну и вот после шестой стены, после Баффина, мы пришли к тому, что нам надо сделать попытку восхождения на северную стену Жанну, которая в моем личном представлении была недостижима, непроходима вообще. История ее восхождения на нее насчитывает 29 лет. Первый раз на нее пытались пройти в 1975 году команда новозеландцев. Первая попытка оказалась неудачной. Она, собственно, не могла оказаться удачной, потому что гора настолько такое большое количество вопросов ставит перед альпинистами, что решить их за раз практически невозможно. И осенью мы дошли до высоты 7 тысяч метров, и ответы на многие вопросы нашли. Весной мы эту попытку повторили. И благодаря, собственно, тому, что мы, во-первых, получили ответы на много вопросов, которые гора перед альпинистами ставит. Во-вторых, мы увеличили состав команды, немножко изменив его. Ну и в-третьих, мы были, так сказать, морально уже готовы к тому, что эта стена все-таки сдастся. И эта попытка оказалась успешной. 26 марта команда вылетела, 24 марта команда вылетела из Петербурга. 8 апреля мы оказались в базовом лагере, и 9 апреля мы приступили, так сказать, к осаде. И вот 26 мая двойка Ручкин-Павленко наконец достигла вершины. Через день, 28 мая, еще три человека. Это Кирьевский Геннадий, Татмянин Николай и Борисов Сергей тоже достигли вершины. Ну, значимость этого восхождения для меня лично, я пока еще не осознал всего, что произошло. И, собственно, никто из нас пока еще этого не осознал. Комментарии весьма такие решительные, я бы сказал, с некоторой долей преувеличения. Там, один довольно известный в мире альпинизма человек сравнил это с маршем по Луне, вот это восхождение. Ну, это, конечно, преувеличение, и я лично не считаю, что это прям так вот, аналогии такие прямые. Но в альпинистском мире, видимо, все-таки это сопоставимо. Обычно, все время, когда что-то такое совершается, находится Баба-яга, которая против всего. А вот здесь как-то нету такой Баба-яги, не нашлось. Может, мне она просто на глаза не попалась, не знаю. Наше восхождение, оно совпало по времени с восхождением на Северную стену Эвереста. Вы наверняка знаете об этом. Это не очень хорошо, конечно, что две русские команды совершают два таких значимых восхождения. С точки зрения пиара, наверное, но с точки зрения вообще вот места российского альпинизма в мире, наверное, это неплохо. Насколько бы вам было сложнее, если бы не было задела прошлого года? Было бы значительно сложнее. Это был опыт, ну, так сказать, общения. Опыт на куплим. Вот без этого опыта, мне кажется, нечего делать там было. А то, что были веревки, это так. Ну, сыграло роль, конечно. Было приятно иногда на жумаре подниматься по своим же веревкам. Ну, это так было все. Не важно. До 7 тысяч метров это уже был такой хайвей налаженный, по сути дела. Сразу на скалу пошли, потом сразу там... Ну, тут все знали практически. А больше семей уже там... Это было неизвестно никому место уже. Никто не видел даже толком это место. Даже мы сами, которые лазили. Вот в прошлом году мы подошли к горе. Ну, во-первых, погода паршивая. И толком ничего не видать. И мы, как слепые щенята в этом тумане, начали тыкаться. Где же книги, как же с ними подступиться? И подступили со стороны ледопада. Потому что нам все предыдущие говорили, что ледопад, в принципе, проходим, но опасен. Так, мягко говоря, но опасен. Но это слово опасен, если его взять и умножить на 3, то вот получится те обстоятельства, с которыми мы столкнулись на ледопаде. Более убивающего места. Я в жизни не встречал вообще. Там все время идешь, голова задрана, и смотришь, что же на тебя в этот момент упадет. Какой из сираков? Вертикальный предел 2. Да. Это ужас. Мы такого страха там все натерпелись. А в этом году мы даже и думать не думали о ледопаде. Мы сразу подошли к скале. Ну, в прошлом году в итоге пролезли ледопад. Он, Саня, прыгал как в вертикальном беспределе. Прыгал через трещину, а врубая на другой стороне инструменты, повисая на них. То есть... Это какое снимание? Ты что? Там недосъемок было вообще, да? Там такой шухер был. Вот подходишь и видишь, над тобой висит серый. Думаешь, ну сейчас я быстренько проскочу, быстренько так соберусь силами, а потом за ним уже отдохну. Проскакиваешь, язык на плече, а за ним следующий висит. Ты опять проскакиваешь, уже сил больше нет. Вылезаешь на него, а там дюльфер с него. Канатная дорога на следующий и подъем на... Это просто какой-то... Только идиот мог лезть по этому ледопаду. Ну, что сделал он, то сделано. Зато мы во второй попытке точно знали, что на ледопад соваться нельзя. Это место, где убивают. В каждом месте ночевки оно было оборудовано, во-первых, газом, во-вторых, спальниками, так что спальники не таскались туда-сюда. На 7000 кислород был в медицинских целях, карематы, еда. В общем, все было. Доходишь до 5-100. Там промежуточный был такой лагерь, ставила палатка. Потом 5-600. Потом 6-100 сделали, провесили платформу, потом ее перетащили на 6-400. На 6-700. На 6-700. И уже ходили с 5-600 до 6-700 за одну ходку. Следующая ночевка на 7000. Там палатка была врублена в скромном лед. И... Да, да. Врубили лед. Мы осенью там вырыли пещеру. И думали, что и уж по весне, то после зимних снегопадов, ну уж черт раз-два, глещерный, зеркальный, такой стеклянный лед. Мы были, в этом смысле, шокированы. И пришлось вырубать полномерную площадку, палатку. И на 7-400 еще сверещая палатка. Правда, на 7-400. Это штурмовая? Штурмовая. Кислорода не понадобился? Понадобился. Нет, кислорода не хватало. Пусть большого поспорить. Скромничает. Он, наверное, после спуска с вершины на 7-400 вечером почувствовал симптомы отека легких. Вот. И опыт у ребят приличный, высотный. В 8 часов дается. За 8 часов человек умирает. После того, как он почувствовал первые симптомы. В 8-10 часов. В зависимости от себя, от организма. Поэтому его спустили ночью. Геша Киреевский привязал к себе. И они спустились в 10 веревок до 7 тысяч. И там был кислород. Там Саня лег спать. Одев маску, включили ему подачу кислорода. И он поспал. И утром уже с кислородом спускали вниз. А если бы этого не было, то, соответственно, у нас бы здесь было двое сейчас с мишкой. Сейчас нормально. Спустился, доктор восстановил. Вовремя спустили. А что с полудом? Он сорвался. Там порода такая пошла. Она перемежается такой, знаете, к кварцелю. Потом коричневая порода. И вот он как раз проходил породу, которая такая была разрушенная. И, соответственно, там свободного лазания такого вообще практически нету. Даже, можно сказать, и нету его. Только на самом верху, когда вот уже выходили на гривень. И он просто что-то там заложил. То есть, практически идешь с точки на точку. Ну, вот френду. Да, он заложил какую-то френду и упал. А там как раз он проходил такое, ну, как бы, такое, можно сказать, нависание. И его, ну, в общем, ударил об камень, который, ну, торчал. Там просто, ну, сами, это же скала, она же не себя платкая. То есть, там какие-то камни, они просто так торчат и тоже падают, потом отлетают. И он как раз, когда он летел на стену, ну, сорвавшись, он боком упал на этот камень, который выступал из стену. И сломал его. Ну, все равно был метров восемь-десять у него. Эта гора предполагает просто, что приходится рисковать больше, чем обычно. По разным причинам. Первая причина – это то, что это фактически три горы поставлены одна на другую. Нижняя часть – это желтая стена в Асане. Средняя часть – это Шхара Кавказская. И верхняя часть – это Птедрю. Ну, или Читин. Естественно, восхождение на каждую из этих стен, оно трудно, скажем так. А когда это в комплексе, то человек, когда подбирается к Читину после Шхара и желтой стены, он, естественно, изнашивается. У него и концентрация падает. Ну, нам сильно повезло, что все так обошлось, честно говоря. Здесь у вас получилось ровно месяц, когда вы добрались до 7 тысяч и добрались до вершины. В принципе, погода была рабочая. Ну, как минимум, 10 дней мы потеряли из-за погоды. Как минимум. Мы единственное, чего боялись, это прихода муссона, когда уже точно у нас станет полная, как бы сказать, плохая погода. Вот выше 7, там немножко все-таки какой-то свой микроклимат. И частенько мы, когда уже лезли, ближе к вершине, вся долина засыпана, ну, как бы завалена такими облаками. Они нас, ну, как бы, периодически даже не видели. Откроется, вернее, если так честнее, периодически видели. Облака откроются, увидят, раз, опять закроют. И у них, как бы, там был дождь и снег, а наверху было солнце. Ну, это уже так вот, ближе к 7-500, наверное. Так получилось, что на стане упало больше всего груза. Потому что, когда выбило две тройки, у Мишки, отслонились сетчатки, у Коли по башке камень дал, Сереге Борисову. Вообще разбил каску камень из трясения мозга, там, шрам на голове, как сабли рубанули. Болотов сорвался, сломал ребра, у меня сотрясение мозга еще вначале. В общем, короче говоря, получилось так, что деваться некуда. И, Саня, ночь за ночью, 6 ночей и 6 дней, 7 дней, получается, отбарабанил на этой стене. Потому что, все, Михайлов спустился, у него отек легких начался. Причем спустился, вот, Саня, расскажи, как в какой ситуации, как это произошло. Ну, как бы, в такой, немножко комичной, немножко, я бы сказал. То есть, он, как бы, вообще ничего не говорил о своем состоянии. И уже потом, говорит, сказал мне, когда я буквально смотрел, как он быстро-быстро собирается, снимает из себя комбинезон и поехал вниз. Мы стали подниматься на четвертый день. То есть, мы проработали три дня. Ну, не сказать, что там в жуткую непогоду. Но, просто, как бы, на такой высоте она довольно-таки выглядела очень жутко. Потому что, ну, как бы, мы знали, что идет муссон. Знали, что надо, вроде, как бы, и залезть. И в то же время, уже, как бы, и некому лезть. И времени мало. И просто получилось так, что просто валил снег. А так как мы работали уже на выходе, вот, наверху стены, и там был камин, то все со стены, которая собиралась выше, оно все валило в этот камин. А, как бы, больше нигде, как бы, лезть-то ей негде. Вот, там, гладкие стены. И мы лезли по этому камину, а в него, соответственно, всыпался этот снег. То есть, получалось такое, как бы, работаешь немножко, как бы, в лавинном состоянии. Так, она так, где-то соберется, так, лезть их по голове. Я просто уже потом, сначала, ну, как бы, ну, матерился, там, жутко, вот, что-то, в такой, там, находишься, там, как бы, Ж, опять же. И, ну, просветы сначала были маленькие. А потом, и когда ты работаешь, ну, как бы, ты что-то наверху смотришь, там, постоянно что-то закладываешь в эти трещины, там. И, потом уже просто привык. Я, значит, просто темнеет, я сразу раз, голову опускаю, она так свалится, подождешь, все, отряхнешь, и, как бы, дальше. То есть, просто, вот, в таком состоянии мы пролазили только полверёвки. То есть, это тоже, для меня это тоже кажется, что это очень мало, дико. То есть, целый день, практически, пролазишь 30 метров. Ну, и, я ещё, как бы, не учитывая то, что ты пролазишь вот эти перильные верёвки, которые тоже были такие, там, висячие, и, ну, там, с Михаила друг друга снимали. Ну, просто крутишься, как паучок на этой верёвке такой. Оторвался от какой-то станции, тебя относят, ты качаешься, а потом начинаешь подниматься на жумарах. Вот. Ну, и, соответственно, вот в этой, как бы, непогоде. И, вот, ну, проработав в такой непогоде три дня, начали подниматься, только от лагеря оторвались, и там был такой карниз, который Мишка Першин проходил, такой тоже прикольный, вот, тоже там несколько метров, наверное. Вот. И я ждал, я повис на этом карнизе и ждал, когда Михаилов будет его проходить. Он такой доходит до станции, такой, ну, ниже меня, которая, вот, такой поднялся, поднялся. Я говорю, ну, давай быстрее, работать же и потом лезь сидеть. Это утро, буквально там в 9 часов, наверное, утра, там две верёвки перил прошли. Он такой поставил, такой, наверное, я заболел. Вот, как Винни-Пух такой, знаешь, наверное, я заболел. Пойду-ка я вниз. Я думаю, шутит, что ли? Такой, раз, 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 и вниз. Я такой, э, ты куда, говорю? Вот, он, слушай, мне что-то тут такой вот, на выдохе снег. Ну, ты знаешь, короче, всё, я поехал, иначе я, говорит, не спущусь. И всё, и он буквально только одну-две верёвки съехал, сразу к палатку запрыгнул. Я так подождал, подождал. Ну, думаю, не шутит, потому что, чтобы так спуститься и подняться ещё, ну, то есть у нас на верёвку уходился так от 40 до 50 минут, это 50 метров всё, по вертикальным перилам подниматься. Ну, да, ты несёшь ещё какое-то снаряжение, весь, как бы, одетый, обутый, такой, сам такой нелёгкий, и ещё железо для работы, и 2-3 верёвки на обработку новых, как бы, новой стены. Ну, я думаю, ну, наверное, действительно заболел, спускаюсь, он уже всё это снял. А у нас второй работал в таком пуховом комбинезоне, то есть это ещё на такой комбинезон, как Гортехсовый, одевается ещё пуховый сверху обвязка. То есть он это уже успел снять, и, тоже в двух словах так, и, короче, мне некогда, потому что мне надо ещё успеть спуститься, то я умру. И, как бы, давай, там, типа, тут всё моё загрёшь, я поехал, и опять, шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш. Остался один на этой высоте. Такой раз, думаю, надо как-то так плавно, как бы, так, не сильно там, высугубляя обстоятельства, как бы, информацию такую, начал так, радиостанция, там, мужики, там, типа, того, что... Ну, Мишка заболел, поехал вниз. А потом Коля меня обрадовал, что там... А у нас еще как раз эти три дня были. То есть мы поднимались в район, какое-то снаряжение забросили на 3-4 дня. И платформа она небольшая, для того, чтобы удобно и комфортно спать было. А так как у нас в группе было трое, наверху удобнее спать двоим. Ну и третьему смысла нет. То есть, в принципе, двое обеспечивают эту работу на салатный день. И у нас Павленко уехал вниз. И он, говорит, три дня не мог подняться по деревилам. Да, он уехал вниз на 7 тысяч, ну, то есть, как бы, где у нас палатка стояла. Он два дня выходил, и только на третий смог нам подняться. Потому что, говорит... Погода была такая, да? Да, погода была такая жуткая. А там, ну, говорю, нависающие перилы, у него там жумары проскальзывали. Он говорит, я, говорит, не мог к вам пробиться, мужики, извините. А он, как бы, должен был, если нормально он себя чувствует, подняться, еще поднести снаряжение. И так вот, как бы, ну, не каждый день, ну, хотя бы там раз в два дня. И вот он уже, я когда сообщил, что вот Мишка заболел, а Коля такой, там, в разрыв, буквально, облаков, там, увидел Павленко. И, ну, он, как бы, кто-то, говорит, висит рядом с тобой, говорит, почти, говорит, ну, буквально, там, ниже, там, 20 метров, а там не видно за перегибом. Я говорю, ну, не может быть, Мишка уехал, ну, минут 20-30 назад. То есть, чтобы Михайлов там, как бы, сказать, висел, я уже начал думал, может, уже начинает умирать и, как бы, не может спускаться. Вот, он такой, по-моему, кто-то поднимается все-таки. Ну, я так подумал, что Павленко. Я буквально там, ну, полчаса подождал, Павленко уже подошел. А Мишка очень правильно сделал. Если бы он не среагировал вовремя, его начали бы, ну, собственно, спускать невозможно, потому что некому спускать, один Саня бы не спустил. Ну, он просто умер, да, ну, у него тоже отек лёхи начался. Доктор потом посмотрел его, говорит, что очень вовремя. Были сомнения, что не зайдем, что придется уходить все-таки? Сомнения были у меня на протяжении всего восхождения. Сомнения были у меня на протяжении всего восхождения. Сомнения были у меня на протяжении всего восхождения. Он говорил это и в доверительных беседах с друзьями, и в обстановке официоза пресс-конференции. Кто в полной мере понимал его слова? Разве что Татмянин, Ручкин, те, кто еще год назад вместе с ним бросили вызов. Вызов северной стене Жанну. То, что вы видите, лишь часть её. В фаз не видны отвесы и карнизы, плюс отсутствие кислорода на почти восьмитысячной высоте. Ураганные ветра, холод и камнепады. Вроде был гандикап предыдущего года. Разведанные пути, проложенные до отметки семь тысяч перила, оставленные грузы и обустроенные места ночевок. Как бы не так, равнодушно сказала стена. А вот покорячьтесь. И началось. Бывало, она давала проходить метров двадцать сзади. Бывало, меньше. Со шпорами вылазил. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ Чё, то, что там же было 6300? Дай. Высота. Кстати, давление падает. Ну, я вижу, погода портится. КОНЕЦ 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 Пока никакого адреналина. Руки просто снижают. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok И сибирские дивизии не придут на помощь Такой час настал после 18 мая Внизу из сибиряков только доктор Бакин с зеленкой и спиртом Можно лишь догадываться, как он, сжимая склянку с бесцветной жидкостью Тихо шепчет, типа русские не сдаются И что-то еще из трех, четырех и пяти букв А потом возвращается в свой военно-полевой госпиталь Где с кровоизлиянием в сетчатку глаза лежит першин Тяжело дышит Михайлов Потирает ушибленные камнями то лицо, то ногу, забинтованный Татмянин Перебирает обломки своей каски Борисов Морщится со сломанным ребром болотом И наверняка зашившийся доктор не может понять одного Где Павленко, Ручкин, Киреевский? А те уперлись в стену В прямом смысле Лезли буквально на зубах Счет шел на часы и метры Да, погода нас не радует Ю-ху! Отрицаловка стала всем Все стало отрицаловкой А с нее не уходят Невозможно Только я Счет шел на часы и метров Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok